Это уже ваше заявление, переделанное. Копия и вам, и вам. Вы с собой найдете не только копию, но и материальный перевод. Уже скоро Николай и Анна станут гражданами Российской Федерации. Три месяца назад с маленькой дочкой на руках, на попутных машинах, они добрались до Крыма, потом до Москвы. Из родного Мариуполя пришлось буквально спасаться бегством. В тот момент, когда мы решили еще остаться, попался на крышу квартиры, где мы находились. И мы вынуждены были покинуть дом. Как-то так и вышло. И мы в тот момент решили, что нужно уже уезжать, что времени нет оставаться. Их приняли в пункте временного размещения в Шатуре. Ребенка сразу бесплатно оформили в детский сад. Молодая семья решила остаться в России. В консультационном центре по вопросам гражданства Московской области в упрощенном порядке они оформили все необходимые документы для получения гражданства. Иностранные граждане проходят у нас медицинское освидетельствование, переводят документы на русский язык, проходят тестирование русскому языку, дактилоскопируются и фотографируются. Соответственно, все услуги для них мы оформляем бесплатно. В этот же день иностранные граждане подают свои документы в Управление по вопросам миграции МВД Московской области. Для беженцев из ЛНР и ДНР работают отдельные окна, документы оформляют в приоритетном порядке. Кроме того, здесь можно получить любую бесплатную консультацию по вопросам гражданства. Мы для них создали горячую линию, мы создали телеграм-канал, который успешно работает, также разработали памятку, понятную памятку с алгоритмом действий, который нужно им совершить для того, чтобы получить необходимый статус или желаемый статус. Сегодня для того, чтобы легально трудиться, получить полис обязательного медицинского страхования, отправить детей в школу или в детский сад, нужен этот статус. Юлия и Виталий Новиковы тоже решили начать жизнь с чистого листа. Говорят, сроки оформления документов в консультационном центре и доброжелательные отношения очень радуют. Для нас, наверное, скорее всего, очень это быстро. Естественно, чувствуется эта помощь. Потому что, смотря на остальных людей, которые на данный момент... Это очень долгая процедура в основном, мы знаем это прекрасно. А нам помогли, что мы молодые, молодая семья, нам нужно устраиваться дальше, потому что жить-то нужно как-то. С февраля этого года на территорию Московской области прибыли около 20,5 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Всего услуги по подготовке документов в консультационном центре получили более 5 тысяч человек. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».